Этот ролик я начну с фотографии, которую показала Софья из своего альбома. На сцене Борис Покровский, дедушка Ефремова. И вот он показывает Софье, как нужно держать руку и двигать ею. И маленькая Кругликова, подросток, смотрит и делает то же самое, повторяет за ним. Эта сцена была очень долго, и она всё никак не могла правильно держать руку. А Покровский ей всё время показывал делать движения, повторять за ним. Далее Софья говорит, я не мечтала о театре. Мне не нравится волнение перед сценой. Не готова сгорать дотла, как это делают артисты. После того, как стала переростком для детской труппы Камерного музыкального театра, окончила отделение хорового дирижирования в училище Ипполитова Иванова. Потом от однокурсницы Марины Кошляевой узнала об отделении звукорежиссуры в Гнесинской академии. Решила пойти с ней за компанию, на консультацию. Тогда я ещё не представляла, кем хочу стать. Пробовала журналистику, пела в хоре, начинала работать на радио. Перед поступлением мы сходили на курсы к культовому мастеру, звукорежиссёру Андрею Леонидовичу Субботину, где, наконец, получили представление о будущей профессии. Решила, что мне это не чуждо. В детстве я любила разбирать всякие машинки, телефоны и смотреть, что внутри. Так наука управления звуками при помощи техники стала синтезом моих желаний и способностей. На сегодняшний день звукорежиссура – это не работа, а счастье. Да и не поспоришь, слушаешь музыку – получаешь удовольствие. А тебе за это ещё и платят.